Воскресная весть из Петербурга. В прямом эфире я Андрей Соколов. Здравствуйте. Вначале коротко ключевые темы выпуска. Бегло огонь на греческом. Пожарные всю ночь тушили пламя в старинном доме. Эвакуировали 60 человек. Салют на поражение. Полицейские выбрали лучших стрелков накануне своего профессионального праздника. И только чай и тишина. День студента по-японски отпраздновали в библиотеке. В 10 часов пожарные тушили старинный дом на греческом проспекте. Спасатели вызвали около 3 часов ночи. Через несколько минут расчеты прибыли к дому номер 12. Очаг возгорания находился в коммунальной квартире на четвертом этаже. Но к тому моменту огонь уже распространился выше. Площадь возгорания сначала составила 200 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. 14 человек, в том числе двух детей, пришлось эвакуировать с помощью спецтехники. Еще полсотни жильцов вывели на улицу по лестнице. Пожарники стучали в дверь, быстро приехали, стучали в дверь, проснулись и открыл дверь. Нас соседи разбудили. Они увидели, что пожар с той стороны идет и разбудили всех соседей. Мы вышли все. Разбудили остальных соседей на нашем шестом этаже. Уважаемые жители пострадавших квартир, просьба пройти в 155-ю школу. Вход в 7-й советской. В тушении пожара, причины которого пока не установлены, задействовали 28 единиц техники. С огнем в итоге боролись сразу на четвертом, пятом и шестом этажах, а также на крыше дома. К середине ночи пламя охватило уже 600 квадратных метров. Локализовать огонь в короткий срок не удалось. Дом старой планировки, старой постройки, третьей степени огнестойкости. Это значит, что в доме очень много пустот. Очень много пустот как в перекрытиях, так и в перегородках. Лишь к часу дня в МЧС заявили о полной ликвидации огня. Спасатели продолжают разбирать уничтоженные пламенем конструкции. 64 человека остались без крыши над головой, пока их разместили в 155-й школе. И еще во время тушения пришлось эвакуировать с Греческого проспекта несколько десятков автомобилей. Для их владельцев, сообщаем, большую часть машин переставили на улицу Некрасова в район Мальцевского рынка. Лучших стрелков из числа сотрудников полиции выбрали в Петербурге. В серии главного управления МВД прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова. Состязание приурочили к профессиональному празднику блюстителей порядка. День сотрудников органов внутренних дел традиционно отмечают 10 ноября. В этом году за звание самого меткого стрелка боролись около 150 сотрудников главка и территориальных подразделений полиции из Петербурга и области. В командном зачете лучшие результаты традиционно показали бойцы спецподразделений СОБР и ОМОН. А вот в личном состязании одной из лучших оказалась женщина. Сотрудница ОМОН Нелли Шиленко заняла первое место в групповом турнире. И призналась, помог новейший тир главного управления МВД, который впервые принимал подобные соревнования. Прекрасный тир, на мой взгляд, здесь все прекрасно. Даже вот воздух, когда вот заходишь, ощущаешь, что ты находишься в стрелковом тире. И освещение прекрасное. И все же лучшим стрелком соревнований признали мужчину. По итогам стрельб подполковник внутренней службы Александр Охременко. Пятью выстрелами выбил 49 очков из 50 возможных. Всех победителей им наградили дипломами и памятными призами. Петербург налаживает экономические связи с Перу. Процессы сближения северной столицы и Кальяо, крупнейшего порта этой латиноамериканской страны, начались несколько лет назад с подписанием меморандума о дружбе между правительствами двух городов. Сейчас, когда на фоне европейских санкций происходит увеличение товарооборота между Россией и странами Южной Америки, правительство Петербурга подготовило многоплановое соглашение о сотрудничестве. Обсудить детали в Смольне с официальным визитом прибыл президент Перу Альянта Умала Тасса. Его принял вице-губернатор Александр Говорунов. Соглашение предполагает взаимовыгодный научный и культурный обмен, геологоразведку, строительство гидроэлектростанций с участием петербургских специалистов, модернизации водопроводов и канализационных систем по проектам водоканала Северной столицы и, конечно, торговое партнерство. В последнее время особую актуальность для нас приобрел вопрос диверсификации поставок продовольственных товаров в Россию и в наш город в частности. И я думаю и уверен, что поставщики продовольствия из Перу заинтересованы в расширении своего присутствия на нашем огромном рынке. Президент Перу в ответном слове принял предложение правительства Петербурга и подчеркнул, что цель его визита в Россию – укрепление торгово-экономических связей. Кроме того, он предложил увеличить количество перуанских студентов, обучающихся в вузах Северной столицы, а также высказал заинтересованность в продукции машиностроительной отрасли Петербурга. И последнее. День молодежи в японском стиле отпраздновали в библиотеке правовой литературы на Благодатной улице. Там учили надевать кимоно, рисовать иероглифы, мастерить традиционных кукол и выращивать знаменитые крошечные деревья – бонсай. Выбор темы организаторы объяснили следующим образом. В начале ноября в стране восходящего солнца отмечают День студентов и об этом знают в отделе туризма библиотеки. Но одними только статьями с путеводителя библиотекари не ограничились. Провести торжества по всем правилам японских обычаев им помогли волонтеры. В Петербурге огромное количество поклонников японской культуры. Мне в Японии нравится теплота, которая исходит от этой страны. Она выражается во всем – в искусстве, в культуре, в музыке, которую поют японцы и в глазах людей, которые живут в Японии. На праздник пришли несколько сотен человек, поэтому угостить чаем всех организаторы не смогли. Но если не выпить чаю, так хотя бы послушать о том, как провести чайную церемонию удалось всем желающим. Слушать, кстати, полагается молча. По правилам, пока заваривается чай, не должно быть произнесено ни слова. Такие вести в это воскресенье. Хорошего дня и до встречи завтра в утренних выпусках. Здравствуйте! Вести от Синоптиков. Сегодня характер погоды в нашем регионе существенно не изменится. По-прежнему пасмурно пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, а в отдельных районах возможен туман. В Ладейном поле от 0 до плюс 2. В Тихвине и Багестогорске до 3 градусов. В Волхове 2,4 выше 0. В Керешах воздух прогреется до 5 тепла. В Гатчине столб термойтра не поднимется выше 2 градусов. А в Выборге около плюс 4. В Санкт-Петербурге днем пасмурно пройдет небольшой дождь. Температура воздуха от 3 до 5 выше 0. Ночью столб термойтра опустится до плюс 1 градуса. Ветер с западного направления 1,3 метра в секунду. Это были Вести о погоде. Всего вам хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok